Здравствуйте, друзья! С вами вновь команда Клауди, и сегодня у нас будет максимально быстрый и конструктивный обзор на одну из лучших российских бюджетных линеек Зе Крюбки! Погнали! Погнали! Погнали, пожалуйста, если все это возможности. Пора бюсечку растягивать, ну что ты? Начнем мы с первого вкуса, одиннадцатый. Они по номерам тут расставлены, про баночку особо что-то говорить не будем, это Чаби Горилла. Вот такая вот обычная Чаби Горилла, то есть это, как обычно, все течет. Для пострадавших от банки Чаби Горилла у нас продаются 30-миллилитровые пустые флаконы по себестоимости 15 рублей. А так? А так они 30 стоят. Вот. Ну, начнем с первого вкуса. Это мороженое сливочное. Ну, наверное, с тобой соглашусь. Какая-то долька тут, мне кажется, что-то еще есть, кроме мороженого. Но она очень такая незначительная, в основном вот такая кремовая жидкость достаточно. Так, надо чувствовать тут небольшое такое ягодное, кауничное что-то. Вот, кстати, крепости 0,5-3, 70 на 30 пгвг, вот, и 550 рублей за 120 миллилитров. Вот что. Ну, кстати, это очень хороший ценник, то есть я помню, фрешблат был 490. И мне кажется, там арома или полтора раза меньше. Ну, они другие совсем были, если честно. Ну, это, по-моему, на полглавы, если не на голову выше, чем фрешблат. Ну, она, правда, десертная. По-настоящему, мне кажется, десертная. И 120-ку, вот, фиг знает. Вот, единственное что. Ну, а так, давай, я думаю, описание можно. Да, ну, для любителей десертов, слушайте, ребят, это находка, на самом деле. Кто десерт на постоянку, тот... Сочетает все вкусы четырех удивителей мягких сливочных кремов и дополнены экстрактом свежей клубники. Один из лучших облачных десертов. Все-таки не мороженое, а крема. Ну, да, клубничный крем, наверное, почему чувствуем и сливочное мороженое, а ты... Да, просто, наверное, мороженое, сливочное, это давно не ел. Ну, может быть. Вот. Но клубники, вот, единственное, раньше сказать, ее не чувствую. Ну, нет, она есть, вот, она совсем небольшая толика, она где-то остается потом на послевкусие. Ну, ладно, ну, то есть, это, по сути, классический кубник со сливками, но нифига, потому что кубник практически не чувствую. Больше чувствую, что это такой кастард. Кремовый, приятный, не слишком ровный, ну, в смысле, не слишком цепритерный. Да, ну, поэтому вкусно. Вот это, это, прям, реально четкий, очень хороший баланс. Это пять за такие деньги. Четыре с половиной. За такие деньги, действительно, хорошую оценку, может, и пять можно было поставить, но, на мой взгляд, много для десертки. Он все-таки все равно, это десертный вкус. Но, в принципе, не знаю, нормально. Четыре с половиной, вот, давай я остановлюсь на этом. Я поставлю пятерку. Так, ну, ладно, перейдем дальше. Вкус номер 22. Сразу скажу, у нас на полках его нету. Вот. Потому что он не очень, да? Ну, потому что я, к сожалению, тоже это все делалось быстро дегустацией, потому что нужно было очень быстро заполнить полки разной качественной, хорошей жидкостью. Я выбирал все быстро, на лету. Ну, что-то здесь вот как раз больше похоже на мороженое во льду. Ну, давай мы его попробуем. Вот. Может, сыр я не заказал. Может быть, но почему-то на момент заказа он мне показался недостаточно хорошим в сыром состоянии. Ну, 22-й. Вот он слишком, вот здесь вот уже чувствует, что чрезмерно переробленность именно десертного, именно кремовыми аромками. Честно говоря, он, во-первых, очень похож на 11-й. Да, но больше, более перетеробное. Ну, послаще еще. Он такой хочется запить. И тут лед нарисован, но я что-то прохвата особо не почувствую. Это, скорее всего, просто сделано как дизайн этикетки. Слушай, знаешь, мне кажется, что здесь есть драгонфрук, так называемый. Может быть, может, Питая здесь есть, Паттайя. Ну, я не уверен. Ну, он слишком, слишком десертный, и 120 вот этого будет действительно, если первого как-то еще можно было представить, что действительно десертки 120-ку можно старить. Здесь баланс кремов не так хорошо выдержан. Я поставил даже где-то 3,5, и давай читать описание прочитаем, но... Давай сначала описание, а потом поставлю. Нежное сливочное мороженое. Здесь мороженое как раз посыпано лепестками ароматного хрустящего миндаля. Ну вот, она, наверное, просто с кремами миндаль слилась. Мандаль, блядь. Миндаль тут вообще очень слабо чувствуется. действительно, знаешь, это немножко пыльный вкус. Если ты понимаешь, о чем я говорю, бывают такие жижи, когда окажутся как будто пыльными. Когда они там перестоят или еще что-то. Может быть, и пробники у нас достаточно давно. Что ты нахуй делаешь, прости меня? Ну, хорошо. В общем, я поставлю этой жидкости, наверное, 3,5 тоже. Даже 3 я поставлю. Вот, двоевый голос. Вейп-трик. 3 поставлю. Жидкость, ну... Действительно, в 120-х, во-первых, это очень притерно. Ну, и как-то мне не очень понравилось. Я поставлю 3,5. В целом, ничего, но баба вас, в сравнении, с 11-м выдержит хуже. Вот, и поэтому... Ну, да, 11-м какой-то. Ну, его лучше парить, наверное. Ну, поэтому, собственно, 22-й не привезли. Остальные давай есть на полках, значит, уже результат будет немножко предсказуем. Ну, и перейдем к 33-м. Суть всего какая-то пинакалада, мне кажется. Да, по-моему, это уже идут два свежих вкуса. Пинакалад свежий вкус. Либо вкусный. Либо вкусный. Ну, в общем, один свежий у нас есть. Он как раз почему-то сегодня последним у нас завезет. Мы по нумерации решили пойти. Да, ну, по факту, по-моему. Наверное, надо было по-другому. Ну, ладно. Он посвежее, чем остальные, наверное. Ну, он тоже, кстати, такой десертный. Да, но он вкусный. Ну, знаешь, что я хочу сказать? Общая оценка линейки страдает с каждым вкусом. Что, не понравилось? Не проблема вкуса. Проблема в том, что я вообще разница особо не чувствую между первыми тремя вкусами с линейки. Вот это, блин, один и тот же вкус. Ага. Ну, знаешь, вот одна и та же. Они такие сделали. О, мы сделали дешевую, классную, прямую основу. Давай теперь к ней будем добавлять чего-то там. Ну, вот разве ты так не чувствуешь? Ну, здесь вот крем не здесь на молоко выражено. Он просто как раз ходит сладенькой. Тонкой струйкой. Чего-то еще. Ну, здесь прям именно чувствуется молоко. Да, опять крема я чувствую. Ну, не знаю. Давай все-таки... Давай описание. Тут больше молока, чем кремов. Вот. 33-ть. Это мягкое сочетание с сахаром и печеньем, с топленым молоком и нежными нотками вареной сгущёнки. Вот. Да. Все, мой должен быть самый сладкий, на самом деле. Ну, на самом деле он менее сладкий, чем 22-й, и на повседневку будет заходить хорошо. Ну, я поспорю про повседневку. Нет, я имею в виду для тех, кто хочет что-нибудь сладкое, но вообще... Кто хочет десерт на повседневку донять, да? Ну, у нас бывают такие люди, кто действительно вейпперов там вот муром покупали, вот, и это... Не знаю, мне этот вкус не сильно больше понравился в предыдущем. Я ему поставлю 3,5. Я поставлю 4. Я, конечно, понимаю, что это стоит дешево, и они здесь насыщенные вкусы за эти деньги, что уже хорошо. Лиша не любит десертку. Ну, может быть, время такое просто, года ещё, но не знаю. Мне просто что-то первым я впечатлил больше, чем этот, там был получше крема, как будто здесь чем-то подпортили. А здесь вот именно молоко более натуральное, более выраженное, поэтому, собственно, я решил заказать. Ну, да ладно, короче, четвёрку и поребельную. И последний вкус у нас номер 44. Вот, он, в отличие от остальных, будет не десертный вообще. Потому что твои любимые основы, как ты говорил, здесь вот сделали одну из штампов, нет физически. Нет, нет. Уже сложилось, ты же там, понимаешь. Вот, нет, здесь будет свежающий вкус. Заранее говорю, я уже как бы его выпарил, целый пробник, и мне понравилось. Пфигайся, это целых 5 мл, может, и позволить. А тут два, по-моему. Опять 5, наверное, на перлихе. Ну, давай. Вот, и тут, наверное, тебе понравится больше. Ну, не самый хороший вкус. На 120-ке точно. Арбуз, клубника и чуть-чуть холода. Какая-то кислинка, кислинка и чуть-чуть холода, вот так вот. Вот, давай по всей... Холод есть, но он, знаешь, прям такой вот храм, как любят писать кубик льда. Low mint. Не, ну вот low mint, который был вот, малазейка, там, блин, прям дает так хорошо. Ну, для меня лично, кому-то не хватает, любят очень сильные такие малазейки, да. Это вообще ни про малазейку не прошло, это такой маленький детский кубик льда подтающий. Да, и с кислинкой арбуз, немножко кислинки, клубника и лед чуть-чуть. Вот, и по-моему, охраненно сбалансирован для тех, кто не любит этот вот обжигающий повод от... Не, а вот кубники я не чувствую, а то чувствую очень хороший арбуз. Что, редкость? Арбуз, да, действительно редкий и качественный. Здесь, это, наверное, один из таких достойных арбузов. Не могу сказать, что самый лучший, но за эти деньги, наверное, самый лучший. Однозначно, тут пять. У меня понравился вкус. Ну, давай прочитаем сами. Арктический лед и пламенное дыхание дракона соединились, чтобы сохранить созданный самой природный вкус яркого арбуза, сочного киви и душистой клубники. Ну, вот киви, это, наверное, есть такие сливки просто, которые находит обстворяются. Клубника и арбуз. Не знаю, вот, не знаю, как киви-кубник заполнен с арбузом смешаешь, получился хороший арбуз, но получился хороший арбуз. Да, но на первом плане он действительно клёвый. Клубник чувствует столько, а от киви осталось только кислинка. Знаешь, у меня это вкус, на самом деле. Такой недороганной версии Ройбет Саус. Это была премка достаточно давно и была, кстати, дорогая она. То есть, тогда пятнашку стоило тысячу с чем-то. Вот, и просто здесь, это разведённый, там был именно холодный вкус очень сильно и арбуз, и он был реально хороший арбуз. Вот, здесь просто то же самое, но в 20 раз дешевле, скажем. Ну и, соответственно, похуже. Но, тем не менее, вкус хороший, я ему так соблю 5. Да, однозначно 5. Ну и в итоге перейдём к отручке всей линейки. Ну, как часто бывает, есть два вкуса, которые промочены, и есть два вкуса, которые среди. Ну, я почти с тобой соглашусь, как бы. Не, знаешь, что-то смутило в линейке, если мы оцениваем в общем. Ну, про каждый вкус мы сказали уже, если в общем, в линейке не хватает индивидуальных вкусов. Мы делали обзор предыдущий на скандалиста. Там каждый вкус вообще никак не похож. Скандалист 2 с чем-то раз дороже, чем... И я понимаю, что скандалист 2 с чем-то раза дороже. Но даже... Возьмём в одну. Даже тот же конкурент его, это вот... Крафтер, Фрэшбуат. Фрэшбуат, например. Нам вкусы всё равно не похожи друг на друга. Я не могу сказать, что оттого они лучше, да? Но как бы старались люди сделать вкусы... Более самобытными? Более самобытными, да. Здесь же 3 десертных вкуса. Причём, на мой взгляд, это чуть ли не одна... Вот в этих трёх, чуть ли не одна аромка одинаковая есть во всех. Теряете, господин Семелиев, вкус. На самом деле, вот 33-й отличается от предыдущих именно свежестью молочного вкуса. Оттуда, наоборот, больше не всё. Может быть, теряю. Но я тебе хочу сказать следующее. То, что они все очень похожи. И вот чё бы ты не говорил. Ну, в сравнении с 14... Нет, нет, я, конечно, могу понять, что там можно... О, здесь чувствуются вот эти маленькие оттенки какого-то там... Чего там чувствуешь? Молочко? Здесь я чувствую молочко, а здесь сливочки как бы. Ну, крема, да. Я, конечно, завидую этому способности разгадывать такие тонкие грани. Но здесь я различаю. Вот, но... Не знаю. Вот этот вкус реально возникается. Вот этот мне понравился больше всего, советую его больше всего. Но не важно. Я считаю, что он самый прикольный для 120-ки. Линейку общую оценку я поставлю... Не хочу тройку, конечно, ставить. Но 4 поставлю. Но вот честно склоняюсь больше к тройке из-за того, что очень похожие вкусы. То есть, каждый отдельный вкус я сказал, но 3 бы я поставил именно за то, что очень похожи друг на друга. И, наверное, я поставлю за эту общую оценку 3. Нет, я поставлю 4, потому что за 4 с плюсом даже за этот бюджет, учитывая, что если брать вот эти 3 вкуса, я их пробовал до этого, они мне понравились, мы их решили заказать. То есть, здесь 4, 4 с плюсом однозначно. И 5, за последний вкус, ради которого, в принципе, эта линейка и... За вкус ты можешь сказать. Ну да. В любом случае, 4 с плюсом получает эта линейка от меня лично и сердце, и любовь, и счастье. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok